С каждым днём в этом кафе растёт количество заказов на плов. Клиентов привлекает вкусная еда и доступные цены. Владельцы кафе ведут свою деятельность прозрачно, оплачивают государству все налоги. Если раньше в казну государство уходило 8% от суммы их ежемесячного дохода, то сейчас, по нововведениям, этот процент сократился до 6%. Мы ощущаем каждое послабление для предприятий малого бизнеса со стороны государства. В этот момент мы чувствуем поддержку. Снижение ставки на 2% – это тоже неплохо. Мы планируем, что часть сэкономленных финансов направим на увеличение зарплат персонала. Сейчас в Бишкеке работают 698 субъектов общепита. Следом по количеству таких заведений идёт Ожская область – 518, Чуйской области – 357, точек общепита. И Сукульской области – 257, Нарыне – 116 и замыкает список Талас – 81 заведение. По регионам ставка ниже, чем по городу Бишкек-Ож, в связи с тем, что в регионах, знаете же, да, там цены пониже, чем в городах Бишкек-Ож. В последнее время поступили жалобы от самих новоплательщиков, что ставка большая, и было принято решение по регионам разделить. В сфере общепита официально занято около 200 тысяч человек, начиная владельцами, заканчивая поставщиками продуктов и официантами. Ставка в 8% была слишком высокой для многих, ведь не учитывались риски, которые влияют на доходы рестораторов, говорит эксперт Евгений Тянь. Например, риски, если кто-то там, например, заболел, отравился, никто этого не несёт. Если что-то с сотрудником на предприятии случилось, нужно делать ремонт, амортизация оборудования и так далее. Вот это практически никто не учитывал при подсчёте в первый раз 8%. Если всё это взвесить, поверьте мне, рестораторы не такие уж и богатые, как говорится, люди. Сейчас то, что снизили хотя бы для Бишкека-Ож 6% наличные и 4% безналичные, а для периферии ещё ниже. По республике имеется 2916 предприятий общепита, из них по общему налоговому режиму уплачивают обязательный платёж 141 субъект. На единый налог перешли 222 субъекта, а по патенту работают 553 кафе и ресторанов. До конца года все точки питания должны перейти на единый налог.